This conference will now be recorded. Специалист.ру, очень давно здесь преподаю Макс и всякие прочие пакеты с ним связанные, V-Ray, Corona там. И вот сегодня я бы хотел рассказать вам о том, что такое система CAT, что такое анимация персонажей, ну или как ее называют, персонажная анимация, ну и немножечко всяких попутных этого моментов. Ну а заодно показать, как все это работает, чтобы вы смогли при желании сами тоже попробовать. Хотя этот мастер-класс, разумеется, продвигает определенный курс и всячески склоняет к вас мысли поучиться у нас, тем не менее он является самостоятельным произведением и демонстрирует вам вполне годные и законченные знания, которые вы сможете легко попробовать применить сразу после его, так скажем, прохождения. В двух словах, я работаю в учебном центре специалист, мы читаем тут разные курсы, в том числе по 3ds Max, читаем их очень давно и поэтому делаем это хорошо. И представляем нашим слушателям всевозможные гарантии, которые так или иначе способствуют вашему спокойному обучению у нас на курсах. Ну и, конечно, получению конечного результата. Еще раз, дорогие друзья, всем доброго вечера, кто подключился только что. И вот сегодня пойдет у нас речь об одной из самых сложных и неочевидных народов деятельности в 3ds Max, о персонажной анимации. Во все времена это была непростая затея, по той причине, что для персонажной анимации требуется очень много знаний. В простой анимации, в моделинге, то есть практически во всех областях, которые можно себе представить, текстурирование, моделирование, визуализация, анимация. Это все так или иначе, глубоко или немного, но приходится учить. Ну и, конечно, сама по себе персонажная анимация – это отдельное, так скажем, направление, которое осваивается, правило, не за 5 минут. И особую сложность представляет тот момент, что здесь нету одного единого какого-то универсального инструмента. Дело в том, что анимируют персонажей можно очень по-разному. Можно, допустим, использовать голые так называемые кости. Можно использовать систему Biped, которая встроена в Max еще с времен его буквально первых версий. Притом сначала она не была встроена, ее компания Autodesk пыталась продавать за отдельные деньги, потом уже встроила наглухо. Как бы там ни было, анимация персонажа – очень многоплановое явление. И если сейчас не устраивать лекцию по всем возможным вариантам, то можно сказать так. Так, самая продвинутая система, которая встроена в 3ds Max, и, ну, несмотря на ряд проблем, которые всегда там присутствуют так или иначе, вполне успешно применяется. Она называется CAT. Как кошка по-английски, да? Но только это аббревиатура. От Charakter Animation Toolkit. То есть система персонажной анимации. Так и переводится, да? И что же эта CAT делает? Во-первых, она позволяет создавать сложные скелеты персонажей. Дело в том, что в любой персонажной анимации ключевой момент – это скелет. Далее у всей анимации пишется. То есть то, что сверху на скелет натянуто – тело. Это вторичный вопрос. Вы можете вообще тело не натягивать, а визуализировать сам скелет бегущий. Это уже будет забавно смотреться. Но, понятно, обычно все-таки тело какое-то нужно. Потому что, как правило, все же именно для анимированного тела и ставится задача определенная. И вот этот самый CAT создает скелет. Позволяет этот скелет весьма эффективно анимировать. И, конечно, что очень важно, помимо обычной анимации, он позволяет использовать разные ассисты. То есть система помощи. Например, параметрически генерировать походку персонажа. То есть персонаж может бегать без вашего участия, бегать, прыгать, красться. Ну, что значит без вашего участия? Конечно, придется объяснять ему, куда бежать. Но ножками он будет перебирать сам. Это, кстати, очень толково и удобно. Ну, а также, конечно, можно использовать так называемые треки motion capture. Это вот то, о чем мы сегодня особо поговорим. Motion capture – это технология захвата движения с живого актера. Она требует особых датчиков, которые на актера навешиваются. Эти самые датчики позволяют захватить с актера движение, ну и потом одеть это движение на ваш скелет. Ну, есть свои опять там сложности, конечно. Впрочем, все они решаемы. И вот мы сегодня увидим, как создаются скелеты, как делается хендмейт анимация, такая вручную полностью. Как делается анимация с помощью ходьбы готовой. Ну и, конечно, посмотрим, как это тело, как скелет, извините, встраивается в тело. Хотя это мы увидим очень упрощенно. И посмотрим, как работает система motion capture. Ну, то есть вы вот из этой короткой лекции, 40-минутной, увидите практически от и до, как работает система CAT. И я уверен, друзья, если у вас есть некие познания в Максе, то как минимум половину из того, что я покажу вам сейчас, вы сможете повторить своими силами. Это не очень сложно. Тут главное понимать, как говорится, откуда ноги растут, то есть что и почему ты делаешь. А сами действия, они не то чтобы уж очень сложные. Ну, давайте переходим, переходим с вами, перейдем с вами, простите, да, перейдем с вами в 3ds Max. Я, извините, очень извиняюсь, у меня сегодня уже было много занятий, я заговариваюсь к этому моменту. Как бы то ни было. У меня есть для вас два примерчика, на которых я вам покажу работу CAT. Первый примерчик у нас изначально выглядит вот так. Это, как видите, кусок местности. И я хочу сделать скелет паука. Ну, он смотрится вполне себе, как нормальный паук. Другое дело, потом можно нарисовать настоящего паука, линкнуть к этому скелету, а скелет спрятать. И вместо скелета у вас будет бегать настоящий паук. Хотите там какой-нибудь кибернетический, металлический, хотите живой, волосатый. Можно модельку паука взять готовую. Это не так сложно прилинкать или посадить скином скелет паука, извините, тело паука на скелет. Итак, как же создается этот самый скелет? Все скелеты создаются через диалог создания, воспомогательные объекты. И дальше вместо стандартных мы с вами выбираем CAT. CAT Objects. И вот он CAT Parent. То есть родительская система CAT. Она позволяет сделать или свой собственный скелет, но это мы с вами сегодня увидеть не сможем, или взять один из готовых скелетов, которые могут быть подвергнуты глубокой переработке. Что очень, кстати, важно, система CAT не рассчитана исключительно на гуманоидных персонажей. У персонажа может быть любое количество рук, ног и так далее. Это, кстати, радикально отличает ее от системы Biped, которая была в Максе до системы CAT. Ну и вот я выбираю готовый скелет спайда, паучок. И рисую его где-то здесь. Вот такой замечательный паучок у меня получился. И этот паучок должен у нас пробежать вот по этой пересеченной местности. Забраться на маленький камушек и забраться на большой камушек. Вот такое путешествие паучка. Давайте сначала разглядим скелет повнимательнее. Как видите, он очень примитивно нарисован. Но это в силу того, что не предполагается использовать его для визуализации паучка. Предполагается, что вы настоящего паучка приделаете к этому скелету, используя скелет как основу. Но, тем не менее, этот скелет визуализируется, если нужно, и может послужить даже настоящим объектом. Что важно, он правильно соединен. То есть, если я буду сейчас двигать, допустим, брюшко паука, то я вижу, что его лапки правильно, корректно работают. Если возьму одну из платформ, вот видите, на конце лапки есть платформа, то я смогу перемещать лапку, куда мне захочется. Но сейчас я не испытываю особой радости от этого, потому что, сколько я не перемещаю эти лапки, сейчас не буду их перемещать, я вряд ли смогу сделать быстро вот походку паука. Поэтому давайте сразу бока за рога возьмем и выделим основу скелета. Вот такой треугольничек. Когда основа выделена, становятся доступны специальные некие функции. Ну, в панели модификации, кстати, не так много. Главное же мы найдем с вами в панели, которая называется Motion. Анимация. Вся идея управления скелетом в добавлении слоев. Вот здесь может быть добавлено очень много слоев, и каждый слой – это, как правило, какое-то одно движение или серия движений. Вот я добавлю так называемый абсолютный слой, upslayer. Это основа всего нашего списка слоев, это такой базовый слой для оснастки. То есть в этом слое я могу сейчас этому пауку задать какое-то положение. Давайте нажму кнопку запустить работу слоев, я могу выключать, включать ее. И вот слои включены, все, сейчас они готовы воспринимать мои приказы. И я скажу, что давай у меня вот начальная форма паучка будет вот такая. То есть я сейчас как бы задал с помощью этого самого upslayer некую начальную позицию для паука. Теперь я могу добавить еще один слой. Могу остаться в этом слое и анимировать его. Но поскольку я хочу, чтобы паук бежал куда-то, я хочу добавить новый слой. И это слой, который называется walk – походка, ходьба. Вот я его добавил. И заметьте, просто по факту добавления этого слоя, если я сейчас нажму play, я увижу следующее. Вот паук пытается куда-то ползти, забавно вытягивая ножки. Некоторые слои, например, слой походки, может быть настроен. Такая кнопка с лапкой, вот я нажимаю, и вот настройки слоя походки. Тут мы можем открыть некий редактор ходьбы, отрегулировать длину шага. Вот я сделаю покороче длину шага, мне не нравится такой длинный шаг, я сделаю шаг более коротенький. Пожалуй, еще более коротенький. Чего это он лапки так далеко вытягивает? Не надо так далеко их вытягивать. Ну, слишком коротко, наверное. То есть походка, она параметрическая. Это очень удобно, потому что ты вынужден в противном случае либо захватывать походку с живого персонажа, ну, понятно, с паука ты ее фиг захватишь, либо анимировать отдельные фазы, потом микшировать их. Это очень нудный процесс и долгий. А самое главное требует предельной концентрации на том, что ты делаешь. Ты немножко ошибся, там такое начинается. Здесь же, как видите, все параметризовано. Можно даже глубже влезть, можно отрегулировать, как в каком порядке лапки наступают на землю, и даже можно отрегулировать, как смещается его тельце, жвало на каждом шаге. И потом это все можно как пресет сохранить. То есть вот я отрегулировал походку, и я могу сохранить пресет походки, чтобы потом больше уже не регулировать анимацию, и он был бы запомнен. Но это особенно удобно, если я спланирую анимировать некие подобные персонажи, не такие, но похожие, для которых подобная походка может быть использована. Но я думаю, друзья, вы понимаете, что пока паучок бегает на месте, это не особо интересно. Кстати, а почему он на месте бегает? А это специально, потому что так удобнее походку редактировать. То есть я нажал play, и вот я меняю походку, я не вынужден, ну как бы, извините, опять начинаю заговариваться. Я не испытываю необходимости двигать камеру за этим пауком, чтобы посмотреть, что там с ним происходит. Он на месте ножками шаркает, ну и отлично. Давайте заставим его быстрее это делать. Сделаем степ тайм покороче. О, бодрый паучок получился теперь. А то он какой-то вялый был. Теперь хорошо, отлично ползает. Как заставить ползти его куда-то? Еще один тестовый режим называется walk-online. Почему тестовый? Ну, потому что в этом варианте вряд ли будет какая-то польза от нашей походки, тем не менее. Вместо режима walk-on-spot я ставлю walk-online. Ну и вот, как видите, паучок пошуровал. Ему глубоко плевать на наш ландшафт, он прямо ползет сквозь него. Повторюсь, это тоже тестовый режим. Это для того, чтобы посмотреть, а что будет, если он все-таки ползет вперед. Ну вот, будет примерно так. К сожалению, я думаю, трансляция видео на ваших экранах не дает 25 кадров в секунду, честно. Поэтому вы все равно видите эту походку немножко такой дерганой. Но поверьте, она идеально плавная и выглядит очень красиво. Ладно. Так как же быть, если мы хотим нормально управлять пауком? Разработчики придумали для нас, на мой вкус, отличный механизм. Они позволяют нам нарисовать любой управляющий объект. И вот давайте я такой объект нарисую. Это будет даммия, пустышка. Вообще я по-другому делаю, но сейчас так будет легче объяснить, друзья. Я рисую в виде сверху пустышку. Это управляющий объект. Зачем он нужен? Мы можем анимировать перемещение даммия. И если правильно настроить кэт, то персонаж будет стремиться бегать вслед за даммия. Вот сейчас я выделю основу скелета, нажму анимация, войду в настройку походки и скажу походке пас ноут. То есть использовать объект, который является основой или, скажем, маркером, который показывает, куда паук должен бежать. Я указываю даммия. Тут не стоит переживать, если вашего паука, человека, дракона перевернет кверх ногами. Потому что сейчас даммия нужно отрегулировать. Давайте я опять закрою редактор. И этот даммия я буду сейчас регулировать. Я его разверну на 90 градусов так. Теперь на 90 градусов так. На 180, конечно. Ну и вот смотрите, что получается. То есть если я сейчас двигаю дамми, паук, паук, будет пытаться ползать вслед за этим дамми. Притом, если я проанимирую дамми, это будет самое интересное. Кстати, а за счет чего паук будет наступать на землю? То есть мне что, нужно двигать дамми вот так идеально по ландшафту? Нет, к счастью нет. Дело в том, что есть еще одна функция, которую пока рановато включать. Она называется следить за ландшафтом. Ну, пик граунд, указать ландшафт. Она заставляет ножки наступать точно на землю. То есть сейчас нам нужно лишь приблизительно отрегулировать, как он там будет бежать. Лучше так, чтобы он находился выше земли. Ну что же, я использую обычный режим Auto Key. То есть управление ключами анимации. И говорю ему, давай за первые 30 кадров. Ты у меня, за первые 15 кадров, добежишь вот досюда. И заметьте, паук начинает оставлять следы. То есть вот он реально побежал. То есть я управляю не пауком, я управляю дамочкой. Ну, как я называю, дамкой, думкой. То есть вот этим самым специальным объектом. И вот я его двигаю дальше. Опускаю здесь пониже. Дальше нам нужно, чтобы паук аккуратно подобрался к этому склону. Потому что склон достаточно крутой. И пауку будет не так просто на него забраться. Как видите, я прибегнул к использованию команды поворот. То есть я развернул еще, да, милинг? Я хочу докрутить его чуть-чуть. Вот так. Теперь, ну, пускай у него будет побольше времени, чтобы залезть на этот склон. То есть он будет чаще ставить лапки. Иначе он, я боюсь, очень странно себя поведет. К счастью, мне не нужно заботиться о том, чтобы паук сейчас как-то реально наступил на границу склона. То есть вот такой вариант меня устраивает. Ну все, поползли дальше. Теперь мы ускоряемся и ползем к маленькому камушку. Пытаемся развернуть даме, поравняем. Работать надо, кстати, в локальных осях, конечно, особенно с командный поворот. Так. Ну, начинаем поворачивать куда-то сюда. Оп. 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 Ну, здесь я уже, с вашего позволения, немножко схалтурю. И все же, и все же постараюсь сделать поаккуратнее. Ну и все. Да, ползли до большого камня. Что теперь? Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот паук у нас замечательно ползет. Но видно, что большую часть времени он ползет по воздуху. Особенно это хорошо чувствуется вот здесь вот, когда дело дошло до камушков. Я, конечно, могу чуть-чуть опустить его пониже. Но это вряд ли сейчас сильно спасет ситуацию. Он все равно будет в воздухе висеть. Ну, а теперь главное. Я опять выделяю контейнер скелета. Вот эта главная деталька здесь. Все время надо к ней приставать, если вы что-то хотите получить в итоге. Захожу в управление походкой. И говорю, что, пожалуйста, в лимфейзос. Лимфейзос – это фазы наступания лапками на землю. Вот эти точечки, которые вы видите, это они и есть, лимфазы. То есть, как вариант, вы можете просто мышкой каждую из них опустить до уровня земли. И он будет наступать строго туда, где эти фазы ему указывают находиться. Но есть команда пикграунд. Нажав пикграунд, я показываю землю. И фазы все прилипают к земле. Как видите, все фазы, все вот эти самые маленькие следы сориентировались на землю сейчас. Очень аккуратно. Ну и теперь паучок наш ползает по камушкам. Но при этом мы видим с вами, что где-то вот тут, например, все это выглядит не так здорово, как хотелось бы. То есть, его тело проникает через камни в жизни. Ну, может быть, предположи, что паук, наверное, привстал как-то, что ли. Вот. Тут тоже немного проникает. И вот поэтому нам нужен специальный слой. То есть, если мы хотим такие сложные эволюции совершать с нашим персонажем, как вот то, что вы сейчас видите, нам нужен дополнительный слой. Этот слой называется локально корректирующий. Плюс L. Не очень понятная символика, друзья, но что поделаться, как бы такое. Это означает локально корректирующий слой. То есть, он что позволяет? Он позволяет вмешиваться в эту походку. То есть, сейчас я могу писать какую-то анимацию, и она будет накладываться поверх походки паука. То есть, вот паук идет, и, допустим, здесь я заставлю его там потянуть тело назад, допустим, приподнять его. И вот я вижу, что он теперь там раз тело сюда потянул. А тут, например, наоборот, вперед, пускай, оно потянет. Или там пониже. Ну вот. Ну и мы видим, как вот теперь паук меняет положение тела. А вот тут, например, пускай он тело подтянет поближе вперед и очень сильно поднимет его навек. Ой, я случайно схватился из ландшафта. Плохая идея, да? И я приказал пауку как бы привстать на мысочке. И вот он идет ровно, а тут взял и привстал. И вот теперь он, привстав на мысочке, преодолевает этот самый склон. Вот. А здесь пускай обратно опустится. Оп. Ну и все. Задние лапки, да, проскользили не очень здорово. Это тоже можно поправить, естественно. Здесь тоже пускай привстанет. Здесь привстанет посильнее. Оп. Ну и, собственно, все. Что делать дальше, если мы не хотим, чтобы паук вот так некрасиво лапки подтягивал? Можно отрегулировать лимфазы, то есть вот эти самые точки, куда паук наступает, вручную. То есть можно взять каждую площадку, куда паук наступает лапкой и ручками физически двигая, поворачивая. Ну, кстати, поворачивать ее, честно говоря, не особо-то важно. Это так, что называется для пущего педантизма. Вот. Вы можете вот так отрегулировать, куда он наступил. То есть видите, я отрегулировал положение этой площадочки. И вот теперь паучок у меня аккуратно наступает лапкой сюда. И она больше не проскальзывает через камушек. Ну, то есть там есть какое-то количество этих самых площадочек, которые нужно, конечно, привести в чувство. А вот эти площадочки, их, конечно, стоит подвинуть поближе к центру камушка, чтобы паук поаккуратнее наступил на этот самый камушек и встал на него красиво. Есть некая ручная работа, конечно, во всем этом. Ну, я вам скажу так, друзья мои, анимация персонажа – это адский ручной труд. То есть чтобы анимировать персонажа, неважно в какой системе, это почти всегда означает очень много микроманипуляций. Это не получается делать как-то быстро, тяп-ляп, там готово и все. Это почти всегда старание определенное. Ну и вот мы получили ролик, как паук чудесно ползет и встает на камушек. Давайте я добавлю немножко кадров, чтобы получить небольшое ожидание в конце. Да. Ну, в конце он чуть-чуть повел себя некрасиво вот здесь, да, он пролез все-таки через камень. Давайте доанимируем немножко его положение по высоте. Ауч. Ну, окей. Странновато-то, конечно. А, ну, конечно, у него закончилась анимация, он не знает, куда лапками наступать. И вот тут важный момент, друзья мои. Мне хочется добавить еще один слой, то есть, чтобы в конце походка закончилась, и я смог бы, допустим, этому пауку задать позу, как будто он на камушке греется. И я добавляю новый слой, так называемый абсолютный слой, и он обрывает анимацию предыдущих слоев. Теперь мне нужно сказать ему, в каком кадре он их перехватывает. То есть, в каком именно кадре его анимация начинает набирать силу максимальную. Я вот хочу, чтобы к 150-му кадру он набрал полную силу, а со 145-го кадра начал ее набирать. То есть, получается так, что паук, доползая до 145-го кадра, начинает передавать управление тому самому последнему нашему слою. Вот, ну, передал управление и остановился. И теперь я могу в новом уже слое, выделив, допустим, все детальки паука, нажать ему ключ анимации и задать какое-то новое положение. Вот. Одна лапка подглюкивает, очень далеко площадочка у нее. То есть, вот я перешел к записи анимации вручную. И вручную записал какую-то анимацию уже с этого самого абсолютного слоя. То есть, видите, он добежал и передал управление новому слою. И я теперь анимирую его, как хочу. Что эта лапка себя так плохо ведет, а? Почему? Вот из-за этой площадочки, небось, да? Почему ты так странно ловишь ее? Больная лапка. Надо подразобраться, почему. Видите, ходьба странно себя повела. Ну, это, конечно, глюк, да, не сдобаваясь. И в серии никогда такого не было, и вот опять. А если я покручу? А если я принудительно подниму? Ну, и такое ощущение, что он где-то видит лишнюю площадочку. И на нее, как бы, выражаясь, агрится. Ладно, останется такой лапкой. Сейчас я не буду пытаться решить эту проблему, хотя я не думаю, что это было бы сложно. Напоследок все-таки напакостил немножко. Оп. Молодец какой. Ну, вот мы с вами увидели довольно простой подход к анимации с помощью автоматической системы ходьбы. Надо сказать, что для человека, не искушенного в этом вопросе, особенно незнакомого с системами автоматизированной анимации персонажа, подобный ход, конечно, выглядит чудовищно сложным. То есть, если бы вы сейчас не видели, что система за меня сделала всю эту анимацию, и я, по сути, только подправил ее, если предположить, что изначально это все было сделано, ну, скажем так, ручками, да, вот без всяких этих ассистов, то это, конечно, совсем другое дело. Ну, ладно, давайте я вам покажу еще один пример. Здесь мы с вами не использовали Motion Capture анимацию. Здесь была только автоматизированная анимация. А вот новый пример. И заметьте, у меня есть тело. Вот такой страшный зверский ниндзя. Очень низкополигональный. Не завезли ему полигончиков. Но, тем не менее. И я буду анимировать его. Но, секунду, друзья мои, это тело. То есть, нам нужно внутрь него вставить скелет. Да, я собираюсь показать. Ну, прошу сразу заметить. Будет очень грубо показано, конечно, да. У меня времени не так много на это. Тем не менее, я смогу вам показать, как встраивается скелет внутрь тела. Заходим в создание. Cat Objects. Cat Parent. Самое простое тело человеческих пропорций. Так и называется базовый человек. Base Human. Друзья, во всех своих проектах анимационных обычно им пользуются. Он самый предсказуемый. Предсказуемый. То есть, ведет себя нормально и, в общем, никакой головной боли. И я создаю этот самый Base Human. Выглядит он вот так. Я его специально создал рядышком с телом, чтобы вы могли видеть, как это выглядит. Base Human ставится внутрь тела. Ну, важно, чтобы совпали бедра и, по возможности, плечи. И теперь мы с вами займемся его оснасткой. Оснастка – это когда мы с вами подгоняем персонажа. Под тело. То есть, скелет под телом. Вот у этого тела, кстати, что не очень здорово, почти не согнуты ноги в коленях. Это считается такой себе, потому что если ноги совсем разогнуть, система может неправильно определить направление изгиба изначально. Но сейчас, если такое случится, будем считать, что это превратность судьбы. Начнем с ключицы. То есть, по высоте меня все устраивает. Можно подвигать вот так прямо любые блоки скелета. Меня вот не очень устраивает ключица. Ее надо сделать подлиннее. Кстати, есть несколько вариантов, как можно оснастку провести. Сейчас я самым простым вариантом буду пользоваться. Не буду создавать слой для оснастки. Не буду там какие-то в него загружать движения базовые. Я просто выделил ключицу. Вот ее настройки. То есть, я вижу точные размеры этой ключицы. Могу вот так сделать ее подлиннее. Рука. Поворачиваем ее. Видно, как она дошла до локтя. Если длинновато, можно укоротить. Следующая часть руки. Вот тоже вроде все хорошо. Ладонь. Ладонь нормально стоит. Как видите, она без пальчиков. Это тоже опять сейчас не критично, с учетом того, что я собираюсь с ним делать. Вид сверху нужно поправить. Можно прямо в перспективе какие-то вещи делать по оснастке. Вот, как мы сейчас видим, ключица слишком длинная. Надо сделать ее покороче. Разгибаем все это. Ориентируем. Вот так. Насчет пальцев можно их добавить. То есть, сейчас, поскольку я не собираюсь делать никаких хватательных движений ладонью, и вообще какую-то анимацию сложную ладонью производить, я не буду ее строить по-честному с пальцами, но это не было бы проблемой, если бы такая сдача стояла. Более того, у кэта даже есть система пресетов для пальцев. То есть, чтобы рука там показывала всякие жесты разной степени приличности, есть готовый набор жестов, встроенных в кэта. То есть, если вы включите пальцы у руки, вам даже не придется особо возиться с положением этих пальцев. Так, ладно, я взял ключицу, и вот интересная вещь, я нажал копировать. Взял другую ключицу, нажал вставить на другую сторону. Ну, и я вижу, что у меня система вставила положение ключицы, и давайте я еще скопирую, пожалуй, положение руки самой. Вот, все хорошо. Ну, чтобы зеркально не возиться сейчас, да, и не мучиться. Так, здесь у нас положение бедер немножко пошире надо бы сделать. Я двигаю точку крепления бедра, теперь придется двигать все остальное. Не скажу, что я в восторге от этого, это вот сейчас плохо заканчивается. Ну, ладно, все хорошо. Вот мне очень-очень сейчас, друзья, не нравится идея разгибать колено, потому что я уже говорил, это может вызвать нарушение ходьбы. Я бы лучше подсогнул немножко прямо или оригинальное тело, или создал бы, так называемый, корректирующий слой для этих целей. Ну, не важно, ладно. Сейчас, думаю, это выдержит. Так, копировать, вставить. Готова вторая часть. Так, я молодец, конечно, да? Да, я супер молодец. Я разогнул мне ту ногу. Хорошо, друзья, простите. Все, копировать, вставить. Да, вот теперь это похоже на правду. Ну что же, Костя готов. Все, давайте возьмем тело и посмотрим, что будет, если мы применим к нему модификатор Skin. Это главный модификатор для встраивания скелетов. Как Skin работает? Если мы нажмем в него команду «Добавить кость» – «Bone Add», мы можем указать, какие кости управляют этим телом. И вот я вижу список костей в Base Human. Вот сам Base Human брать не надо, нужны все кости. Я с клавиши «Shift» отмечу. Вот эти уберу, там, где, видите, значок чуть другой, потому что это не кости, это площадочки, на которые он уступает. Но все остальное окей, готово. Вот кости забраны, набраны в набор. И теперь, если персонаж куда-то пойдет по своим делам, то его тело на это среагирует. Это будет сейчас смотреть садски комично, смотрите, друзья. Я взял платформочку, нажал абсолютный слой, добавил слой. Включил работу этого слоя. Ну и давайте добавлю пока слой ходьбы. Хотя в этот раз ходьба мне нужна только для… О, кстати, как я и полагал, ноги выгнулись, куда не нужно выгибаться. А, бог с ним, ничего страшного. В этом случае как раз это не представляет, как ни странно, проблема, потому что система, которую я буду использовать для его анимации, будет загибать их правильно, даже если здесь они с ошибкой работают. Поэтому наплевать. Важно другое, если я сейчас нажимаю play, я вижу, что некоторые части тела очень странно елозят. Вот вы видите, да? Потому что не настроен вес вершин. То есть каждая вершина тела имеет вес привязки к костей. Я не буду его настраивать, я сделаю иначе. Такой вариант для ленивых. Я скажу, включи автоматическую оснастку с переходом, допустим, 0,4. Это плавность. Готово. И система, ну, худо-бедно, как могла, распределила вес каждой вершины, как ей показалось, чтобы тело лучше реагировало на движение костей. Ну, вот помните, здесь у нас в талии был странный очень эффект. Сейчас вроде хорошо все. Ну, не считая вот этого, все остальное неплохо. Это тоже можно забороть. Там по-другому надо было оснастку тогда делать. Но меня это сейчас, как ни странно, не пугает. Потому что этот глюк связан именно с автоходьбой, которую я все равно уберу. Почему я убрал автоматическую ходьбу? А потому что, друзья, я буду анимировать его вручную. И вот для начала я хочу придать ему некое начальное положение. У меня вот есть базовый анимационный слой. Я включу автокей. И давайте тело, само тело, я спрячу. Меня вообще приключения тела никак не интересуют. А вот, допустим, бедра в базовом нулевом камере я придам какое-то положение, типа он там присел на колено, допустим. Я могу вот так его усадить. Естественно, при этом платформочку надо там разогнуть, коленочку надо поправить. Вот он у меня сидит такой красивый. Бедра у него повело, да? Ну ничего. Вот теперь порядок. И вот мне нужно, чтобы он встал с этого положения и пьяный, шатаясь, пошел по своим делам. Такой вечерний пятничный ниндзи подвыпивший у нас будет. Как мы это сделаем? У нас есть готовые треки, захваченные с актеров. И я собираюсь загрузить такой трек. Как загружаются треки? В настройке анимации существует возможность открыть новый слой анимации из готовых. Вот они, клип менеджер. Нажав команду открыть, я вижу, что у меня есть небольшая библиотечка этих самых треков. И вот Drunken Adults, то есть пьяные взрослые. Только почему-то она пустая. Это из-за того, что он пытается найти треки своего собственного формата. А у меня универсальный формат, так называемый BIP. Ой, извините, ну да, все правильно, BIP. Но не то, чтобы это универсальный формат, вот этот формат системы, которая была до системы CAT, которая как раз имела скелет класса BIP, двуногие. Но они подходят и сюда. И я беру, допустим, Drunk Walk, то есть пьяная походка. Система пытается сейчас настроить походку. И вот что она мне показана. Говорит, я настроил походку для твоего персонажа, он будет вот так идти. Там на самом деле произошло следующее. Внутрь этого скелета встроился еще один скелет. Походка загрузилась на него. И потом была перенесена на мой скелет. Ну, эта система такая, да, довольно специфическая. Тем не менее, она отлично сработала. Я нажимаю Capture Animation, то есть захватить анимацию. Говорю, удали там все эти промежуточные детали. Готово. И вот он пошел. Но это совсем не то, что я хотел. Я хотел, чтобы он пошел отсюда, из центра. А он куда-то шляется, сбоку непонятно. Поэтому для каждого слоя, вот, допустим, этот слой, сейчас называется Collapse Player, я назову его Drunk Walk. Вот для этого слоя я могу включить инструмент, называется позиционирование. Появляется вот такая полезная штука, которая позволяет позиционировать данный слой, отрегулировать его высоту, поворот. То есть вот я объяснил системе, что давай, ты вот отсюда, пожалуйста, иди. Ты не надо там, бог знает, откуда идти. Вот теперь он идет, откуда мне нужно. Ну, а как там с начальной вот этой вот ситуации, когда он на коленочках сидит? Мне-то надо, чтобы он встал с колен и потом уже пошел. Для этого у каждого слоя есть Global Weight, то есть глобальный вес. То есть если я его обнулю, он сядет. Поставлю положительный, встанет. Ну, естественно, это анимируемый параметр. Я скажу, давай в нулевом кадре глобальный вес 0, а скажем, в 10 кадре это будет 100. И вот он за 10 кадров начальных начинает менять свое положение. Естественно, там можно анимацию более сложную прописать. То есть можно в этом базовом слое сделать сначала анимацию, сколько он стоит с колен, а потом уже транслировать ее в пьяную походку. Ну, вот пускай он дойдет у меня до сотого кадра, до сюда. А дальше пускай пустится в пляс, танцует. Я загружаю еще один слой анимации, то есть нажимаю опять открыть клип, и загружаю какой-нибудь танцевальный клип. Кстати, друзья, этих клипов в интернете вы найдете кучу. Вы можете написать в поиске треки Motion Capture. И их очень много. Потому что сейчас Motion Capture оборудование есть у многих, и, в общем-то, не проблема наделать этих треков и поделиться с другими людьми. Вот я загрузил танцевальные движения. В 110 кадре они у меня сейчас стоят вот так. Ну, понятно, потому что у нас... Так, это я, извините, балбец. Вместо того, чтобы... Давайте, кстати, я обозначу сейчас, где точка, в которую он должен начинать танцевать. Вот так. Теперь я загружу все-таки слой, потому что я его туда не загрузил. Я закрыл крестиком, делал документ, какой бывает иногда. Вместо того, чтобы нажать Capture Animation, я его беззатей крестиком закрыл. Это была ошибка. Так, теперь. Вот он слой у нас. Dance назовем его. Включим перемещать точку центра слоя. Ну, это некий, можно сказать, пивот, друзья. Я думаю, слово пивот в Максвитсе много чего говорит. То есть некая точка отсчета координат для данного слоя. Я сейчас ее грубо поставлю, потом, естественно, можно будет более точно ее отрегулировать. Вроде бы неплохо. Отключаем ее. И нам нужно сказать этому слою, чтобы он с сотового кадра перехватывал управление. То есть, скажем, управление 0. Вот видите, он дошел до этого места. Где-то вот здесь, давайте, в 95-м, скажем, управление по-прежнему 0. А где-нибудь вот здесь, в 105-м, 100% включим. И что произошло? Прошел так называемый transition. То есть плавный переход. И вот он начал танцевать. То есть, как вы видите, друзья мои, склейка, она бесшовная. То есть нет ощущения, что одно движение в другое как-то жестко перешло. Он как шел, шел, шел себе. Ну да, вставание с колен, конечно, такое себе, потому что я его сделал, мягко говоря, натяп-ляп. Ну и вот отлично все работает. Замечательно соединилось. Да, ну, было бы неплохо вернуть нашего ниндзю страшного. Я вот это все хочу спрятать. А ниндзю вернуть. И вот у нас есть вот такой крутой ниндзя, который сейчас нам использует, исполнит что-нибудь. Это пятничный ниндзя специально. Ну, мы видим повтор снова и снова того же самого. Ну вот, друзья, вы увидели практически весь цикл, начиная от создания скелета и его установки внутрь тела и до загрузки треков. Конечно, я думаю, всем очевидно то, что есть множество всяких тонкостей, которые остались сейчас за границей возможности обсудить их в рамках 45-минутного мастер-класса. И тем не менее, уважаемые слушатели, если у вас есть желание, вы можете, запустив ваши 3D Max, нажать создание, треугольничек, выбрать Cat Objects, Cat Parent и попробовать создать того же самого паучка, спайда. Не забывайте, что все управление идет через диалог анимация, а не через модификацию. То есть в модификации вы управляете только тем, как у вас выглядит скелет, а вся анимация скелета идет отсюда. Вот тут, Олег, она будет применять к первым ногам. То есть есть много ног, вот там есть нога 1, нога 2. Вот она применит к первым двум ногам. А ко всем остальным ногам они будут просто в воздухе висеть. Можете их проанимировать вручную. А вообще говоря, вот когда вы видели, я загружал треки, он меня спрашивал, какие кости, каким треком анимации цеплять. То есть я мог бы, например, если бы хотел, чтобы персонаж ходил на руках, а не на ногах, приказать ему зацепить за руки ножные треки. Например, если взять обезьяну, которая на четырех лапах стоит, и может загрузить треки человека, там, смикшировок по-всякому. То есть в процессе захвата это определяется. А так, вообще говоря, система, она очень интересна тем, что позволяет анимировать персонажа с любым количеством рук, ног, крыльев, хвостов и так далее. В отличие от системы той же самой Бип, которая была до нее, она ориентирована на очень гибкий подход к вопросу. Друзья мои, ну, не сочтите за навязчивую рекламу. Если вам понравилось то, что вы сейчас увидели, я вас хочу пригласить на курс, который называется «Анимация персонажей». На этом курсе мы с вами научимся создавать скелеты, и свои, и брать готовые. Оснащать тело, то есть скелет правильно встраивать, настраивать вес костей, ну, то есть это будет уже смотреться, хотя сейчас наш вариант смотрелся неплохо с «Ниндзей», но это могло смотреться куда хуже. Естественно, создавать скелетную анимацию и работать с треками motion capture. Ну, вы сейчас видели кратко, как это работает, да, естественно, в более тяжелых случаях придется там повозиться. Курс анимации персонажей через месяц начинается у нас, даже чуть позже, 19 июля. У вас есть время подумать. Стоимость его, ну, 26-27 тысяч, да, потому что там скидка 10% на него объявлена, насколько я знаю. Этот курс, кстати говоря, включен в так называемый трек или комплексную программу, которая называется «Видеодизайн». Ну, если вы не планируете осваивать видеодизайн как таковой, но вам интересно попробовать анимировать персонажей, то вот, пожалуйста, можно познакомиться с данным курсом отдельно. Мы предлагаем кучу разных вариантов обучения. Если вы живете не в Москве и не хотите сюда приезжать, есть куча вариантов, как вы можете удаленно поучиться, не потеряв эффективность этого процесса. Также мы предлагаем чудесную вещь, которая называется «Открытое обучение». Это вообще замечательный формат. Позволяет учиться в том графике, который вам удобен. Уважаемые слушатели, дорогие друзья, дамы и господа, на этом мое скромное выступление заканчивается. Надеюсь, те примеры, которые я вам показал, вас развлекли и дали возможность понять, как работает анимация персонажей, пусть и в первом приближении. Хочу пожелать всем хорошего вечера, отличных выходных. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Отличных вам рендеров.